Всем привет, друзья! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт, и сегодня Секреты Скайрима, 35-й выпуск. Да, ребят, Секреты Скайрима, и сегодня мы будем находить сокровища. Разные интересные места, где много, много золота, драгоценных камней и ценных вещей. Ну что ж, первая локация у нас находится, вот видите, коллегия Винтерхолп. Давайте я вам на карте покажу. Вот здесь, далеко-далеко в углу карты, вот у нас Виндхельм, и вот я, место крушения Зимней Войны. Здесь неприметное место, и посмотрите. Скелет, том нищий, какой-то кинжал, он по-моему зачарованный, и слитки, золотые слитки, друзья. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шесть, шесть золотых слитков. Также, карманные кражи. Ну что ж, судя по всему, это какой-то воришка, который унес много золота, и тут и умер. Только непонятно, наверное, от этого кинжала, хотя почему, кто бы его мог убить. Хотя нет, ищу и флаг, чтобы его заметили, что ли. И что же у нас за кинжал? Я сейчас здесь на первом уровне. У скелета одна монетка. Ой, заглючила. Вот, железный кинжал. Железный кинжал наносит цели 5 дней с урона холодом, а также урон запаса сил. Урон 4. На первом уровне, друзья. На первом уровне зачарованное оружие неплохо. Вот так вот первое место. Едем дальше. Следующее место тайник, я так называю, находится с другой стороны Винтерхолда. То есть, смотрите, тоже так же хорошо видно Винтерхолд. И такой же флаг. Ну, такой же, но очень, очень, очень схожи. Тут у нас скелет. У него тяжелая броня, а уже книга. И сундук. В сундуке у нас драгоценный камень, немножечко монет, камни душ, серебряный и обруч. Неплохо. Неплохо. Может, это вообще какие-то отсылки, ребята, с флагами. Хм, интересно к чему. Если что, напишите в комментариях. Поехали дальше. Храм Клинков. Ребята, мы сейчас находимся недалеко от Маркарта. Вот, вот у нас храм Небесной Гавани. И если на него вот так вот смотреть, бежать прямо-прямо-прямо-прямо-прямо. Вы смотрите, какой-то каджитик. Наверное, что-то продает. Незаконно. И просто вниз. Вниз, вниз, вниз. И здесь мы видим какую-то лодку. Давайте посмотрим. Под водой у нас есть сундучок, есть железный слиток, немножечко монет и зелье запасил. Также у нас тут бух ледишка. Но нас интересует сама лодка. В лодке, друзья, в лодке вы найдете драгоценные камни. Изумруд. Рубин. Рубин. Бриллиант. Безупречный гранат. Гранат. Обалдеть, друзья. Неплохое такое сокровище, да? Также тут у нас ингредиенты. И есть еще вот такой вот сейф. Адепт. Ну, немножечко отмычек у меня есть. И тут тоже один драгоценный камень. Я не знаю... Вау! Я поплыл. Что это за местечко? Но здесь без разницы, на каком уровне ты придешь сюда. Даже на самом первом можно пособирать эти драгоценные камни. Неплохо? Я думаю, неплохо. Едем дальше. Следующая очень богатая локация. На карте смотрим. Вот она. Это шахта Колскеггер. Колскеггер. Ребят, в этой шахте просто невероятное количество золота. Эта шахта обладает самым большим запасом золотой руды во всем, черт подери, Скайриме. Во всем. Так что, если вам нужно золото, вам сюда. Ну, конечно, тут ее немножечко охраняют изгои. Так что придется немножко вам... И ее зачистить. Ребята, тут столько вот этого все... Это все золото, вы представляете? И она довольно большая. Кто тут? Ребят, привет. Я тебе сейчас помогу. На! Так, вот какой там маг. Вау, ничего не вижу. Отлично. Вау, вау, вау. Ребята, тут везде одни золотые жилы. Ну и плюс, когда вы добываете золото, вам может попасться разный драгоценный камень. Ага, только я на выходе забыл про кирку, да? Да. Ну и кирки тут есть. Так что... Вот, пожалуйста. Я вот единственное не знаю... Как быстро обновляются золотые жилы? Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, месяц нужно ждать или неделю. То есть, получается, здесь можно просто бесконечно хапать золото? Или нет? Или можно только один раз? Мне вот очень интересно. Но золота, друзья, тут очень много. Друзья, ну что ж. Я в этой шахте добыл 54 руды. 50, блин, 4. Обалдеть. Кстати, тут сразу у нас половина, так что можно мгновенно все это дело в золотые слитки. Тут как-то надо по центру вот так вот расположить. Вот. И тогда можно будет быстренько. Неплохо, да? Золото, господи. Найти бы в жизни такую шахту. Вот. Ладненько. Погнали дальше смотреть. Следующая локация, друзья, находится недалеко от святилища Мирунуса Дагона. Вот, кстати, он, видите? Голова виднеется. И нам нужно подняться просто немножечко выше. Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. И здесь, друзья, у нас вот такой вот тайничок. Выше, выше, выше. Железный шлем малого колдовства. Бриллиант. Гранат. Зелье. И еще аметист. Также у нас здесь немножечко монет. И есть сундучок с лутом. Я все заберу. Еще одно местечко. Сейчас посмотрим. Интересная локация, где много драгоценных камней и золота. Находится на острове Солнцхейм. Вот здесь, смотрите. Вот у нас воронья скала. Нам просто нужно подняться наверх. Здесь есть какой-то лагерь с разными жилами. И, видимо, это шахтер, которого привалило этим золотом и эбонитом. Золотая руда, золотая руда. Забираем, забираем. Наверное, слишком много бедня. Слишком много и слишком жадный он был. Ага, но он еще меда нам нахлотнул. Из-за этого бедного и привалило. Если мы посмотрим его сейф, то здесь мы найдем гранат. Также вот здесь один гранат. Нужно взять бухлишко. В ведерке у нас только одно бухло. И вот, друзья, вот что нам нужно. Изумруды. Камушки. Драгоценные камушки. Я, наверное, вот так вот лучше возьму оружие. Так будет побыстрее. Здесь так же, ребят. Мы можем разбогатеть. А здесь золото. Золотая жила. Она тут одна и мне очень интересно. Как долго она восстанавливается, а? По-моему, в моем прохождении я это все очищал. Но потом я мимо пробегал и смотрю, все уже восстановилось. Это очень интересно. Возможно, здесь просто-напросто бесконечно можно добывать и золото, и драгоценные камни. Ребят, если что, проверьте, напишите в комментариях. Ну и самый крутой, самое крутое место, где можно неплохо так разбогатеть. Друзья, я думаю, многие знают, но мы сейчас находимся в коллегии Винтерхолд Арканиум. Здесь, в этой местной библиотеке, есть вот такой вот сундучок. Он на мастере, вы взламываете и здесь забираете вот эти вот четыре кольца. У меня когда-то было такое видео подобное, но сейчас я кое-что узнал другое, друзья. Так что, теперь мы бежим вниз. Вниз, вниз, вниз. Выходим с коллегии. И в темное царство Миддена. Мидден. Здесь есть наша рука. Обливиана. Одеваем наши колечки. Эти. Есть. Так, давайте, наверное, я колдовство уберу. Четыре скелетика. Точнее, черепа. Я освобождаю тебя. И смотрите, теперь нужно быстро, быстро. Карта сокровища добавлена, но также мы забираем скимитар. Скимитар. Урон 12 и такое неплохое, друзья, оружие на первых-первых уровнях. Ну, если вы, конечно, качаете сердце Доэдра еще, нифига себе, на первом уровне. Ну, и можно забрать его шмот. Также, друзья, он нам отдал карту. Карту сокровищ. Вот она. То, что нам и нужно. Погнали за сокровищами. Я чувствую. Я чувствую, что сокровище где-то здесь. Да, друзья. Давайте посмотрим на карте. И вот маленький островок. Вот у нас коллеги Винтерхолд. Талас. Иди сокровища. Вот они, друзья. Вот они. Еще одна. Еще одна тайна. Многие, многие знают, но... Вот так вот, друзья, можно получить обалденные сокровища на самом первом-втором уровне. И неплохо так разбогатеть. Тут и драгоценные камни. Тут и статуэтки, и монетки, и кольца, и золотые слитки. Два сундущика, но они уровневые. Соответственно, какой у вас уровень будет, такой вот лут в них и будет, друзья. Ну и давайте посмотрим в разном. Пять аметистов. Безупречный аметист, безупречный бриллиант, безупречный гранат, изумруд, рубин, бриллиант, гранат. Вау! Золотая руда 8, золотых слитков 43, изумрудов 5, камни-душ, кубки разные. Ребят, ну это все можно продать, еще рубины, и неплохо так заработать. Также у нас кое-какой лут. Вот такие вот, вот такие вот сокровища, друзья. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И напишите, пожалуйста, если есть еще вот такие вот интересные места, в которых можно найти драгоценные камни или золото на самом первом уровне. Спасибо вам! Спасибо и счастья вам! Пока!